Но если вы потратите время и изучите компании, которые достигли такого же успеха, то то, что вы обнаружите, что очень редко компании, которые придумали новый продукт или вышли на новый сегмент рынка, имеют подобный успех. Чаще всего, когда вы увидите компании, которые достигли колоссального успеха, они входят в очень большую индустрию, в которой также и большая конкуренция. Они делают что-то немного по-другому и получают небольшой кусок от огромного пирога, что дает им возможность стать миллиардной компанией. Великолепным примером служит сеть ресторанов Cheesecake Factory. Все знают, насколько большая конкуренция в ресторанном бизнесе и насколько велика эта индустрия. Cheesecake Factory не делает ничего сильно отличающегося от всех остальных. Они ведут бизнес чуть-чуть по-другому, но у них великолепный успех в бизнесе. Но мой любимый пример – это Starbucks. Все знают, как давно существует индустрия кофе и насколько она велика. Я имею в виду, какое количество компаний продают кофе. Starbucks делает бизнес немного по-другому. Они завладели маленьким кусочком индустрии, и теперь это мультимиллиардная компания. Я хотел бы вам кое-что продемонстрировать. Думаю, будет весело. Годовой оборот индустрии кофе составляет 100 миллиардов долларов. То есть 100 миллиардов долларов тратится на кофе в мире. Каждая из этих шариков-жвачки символизирует продажу на 1 миллиард в год. Здесь 100 шариков. Это индустрия кофе. Starbucks, если они хотят... Давайте предположим, что это новая компания. У них есть цель стать миллиардной компанией. Они должны завладеть 1% этого пирога. То есть они должны будут иметь вот столько от этого пирога. 1%. То есть это очень маленький процент от всего пирога. Но они стали намного успешнее, чем это. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Они продают на 8 миллиардов долларов в год. Это очень впечатляющая сумма по отношению ко всей мировой индустрии кофе. Индустрия здорового питания составляет 226 миллиардов долларов. И снова. Каждый шарик символизирует 1 миллиард долларов. Это индустрия кофе. Это индустрия здорового питания. Между прочим, не знаю, знаете вы или нет, что половина всех сетевых компаний представляет индустрию здорового питания. Давайте теперь поговорим об индустрии туризма. Нам нужна колбочка побольше. Хорошо. Вот индустрия путешествий. Впечатляет, правда? Но мы не остановимся на этом. Довольно много, правда? Тут есть еще. Подождите. Тут есть еще. И еще. И еще. И еще одна. Итак. Это кофе. Это здоровое питание. Вся индустрия здорового питания. А это туризм. Объем индустрии туризма составляет 7 триллионов долларов в год. Ожидается, что через 10 лет объем индустрии туризма составит 13 триллионов долларов. Здоровое питание, путешествия. Более половины всех сетевых компаний в мире представляет индустрию здорового питания. По оценкам лучших независимых экспертов, существует от 3 до 5 тысяч сетевых компаний, занимающих здоровым питанием. Давайте немного поиграем с цифрами в сторону уменьшения. Скажем, у нас будет не 3-5 тысяч компаний, а всего 2 тысячи компаний здорового питания. Также предположим, что 30% из 226 миллиардов долларов в индустрии здорового питания составляют сетевые компании. Потому что мы знаем, что питание для здоровья продается и другими отличающими от сетевого маркетинга способами. Реклама по радио, телевидению, супермаркеты, магазины здоровья, почтовые каталоги, SEMS, Walmart, GNC, Vitamins Group. Я имею в виду, что вы можете купить эту продукцию почти везде. Предположим, что из пирога в 226 миллиардов долларов 30% представляют компании сетевого маркетинга. Это приблизительно треть этого. Это будет 68 миллиардов или 68 шариков жвачки. Поэтому эти 2 тысячи сетевых компаний борются за эти 68 шариков жвачки. Так ведь? За 68 миллиардов. Это то, за что они все борются. Все 2 тысячи. Если бы этим 2 тысячам компаний удалось поделить все поровну, это составило бы по 30 миллионов долларов в год на компанию. Это достаточно значимая цифра по стандартам большинства людей. Мы заработали намного больше, чем это, в наш второй год. Но мы не типичная компания. Давайте скажем, что они сделали 30 миллионов долларов в год, поделив все поровну. Давайте сравним это с индустрией туризма. Давайте занизим эти цифры до смешного. Давайте предположим, что в индустрии туризма сетевые компании будут контролировать не 30% рынка, а всего 1% рынка. Это составит 70 миллиардов от пирога. И есть всего несколько компаний, о которых мы слышали. Давайте предположим, что их 10 по всему миру. То есть, у нас есть 10 компаний, которые конкурируют за эти 70 миллиардов долларов. И если каждая из этих компаний получит поровну, это не будет 30 миллионов долларов в год. Это будет 7 миллиардов в год. 7 миллиардов в год. Давайте посмотрим на эти цифры по-другому. Если вы... Давайте предположим, что вы знаете, что самый лучший способ для вас достичь финансовой свободы, финансовых целей, это стать представителем сетевой компании. И есть две компании, которые вам нравятся. Одна компания здорового питания, вторая туризма. И предположим, что это одинаковые компании по всем параметрам. Единственное отличие, это цифры, которыми я только что с вами поделился. Если вы выберете компанию путешествий, а не компанию здорового питания, то ваш шанс выбрать правильную компанию увеличивается на 620 тысяч процентов, только потому, что вы выбрали туризм. Кому нравится эта фраза? Я надеюсь, вы видите умопомрачительные возможности, которые открываются перед вами, если вы выберете индустрию туризма. КОМ. 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 Субтитры сделал DimaTorzok